Спорт – норма жизни. И так 20 лет. Александр Арсенов, кандидат в мастера спорта, занимается баскетболом. Каждый день по два часа – это расписание тренировок Александра. Их он не пропускает, даже несмотря на то, что живет в Лакинске. А ездить приходится в Собинку. Давно такого не было. Здесь появился. Ну и все условия подходят для занятий. Доступ проводить здесь хорошо. Я живу этим. Вот и все. Удобная для юных спортсменов у них появилась своя домашняя арена. Здесь есть игровая зона для волейбола, тенниса и баскетбола, рассказал директор ФОКа Михаил Бабело. Пропускная способность зала – 20 человек в час. Когда вы увидели первый раз в это помещение, ваше впечатление лично, вы уже поиграли здесь? Да, я лично здесь поиграл. Впечатления очень самые, что не есть, прекрасные. Этажом выше современный бассейн. Алена Романова здесь впервые. Условия для тренировок оценила на отлично. Ой, ну это очень хорошо. Прям ослабляется. Кайфуем. Супер. 25 на 11 метров – это размер бассейна. Одновременно здесь могут находиться до 60 человек, делится инструктор Жанна Григорян. Бассейн оборудован по последним технологиям. То есть по стандартам. Шесть дорожек. Глубина от маленькой и глубже идёт. Спорт-центр укомплектован на все 100. Тренерская медкабинет, зал ожидания, удобные раздевалки, душевые и санузлы. Этот фок позволит заниматься спортсменам круглый год. В перспективе ещё один бассейн – Ставрово. Так как это был долгострой 25-летний, мы сделали всё, чтобы его включили в программу Минсельхозы, добились этого. И сегодня там идут работы. Там будет четыре дорожки. Ну и в Ставрово проживает 8 тысяч человек. И вся будет необходимая инфраструктура. Необходимая инфраструктура уже создана в новом центре. Здесь есть даже специальный уличный корт для игры в регби и футбол. Рядом площадка для сдачи норм ГТО. По соседству территория для самых маленьких жителей Собинки и их родителей. Да вообще, я прям прыгнула бы на Качелево. Вспоминания. У нас такой был парк замечательный, красивый. Всё ведь нарушили. Ну хоть вот что-то восстановили, хоть немножечко. Я вообще рада. Я беру их каждый день и мы гуляем постоянно здесь. Цена проекта 138 миллионов рублей. Их выделили в рамках федеральной программы «Спорт. Норма жизни». Впереди благоустройство территории. Здесь появится специальная вело-зона. Протяженностью 760 метров. Затем строительство теннисного корта для игры в теннис. И строительство площадки для игры в баскетбол. Это вот на том плане будет с той стороны. Перед руководством комплекса стоит важная задача – укомплектовать тренерский штат. Сейчас в ХОКе работают около 30 специалистов, которые ежедневно обслуживают до 100 человек. Наталья Зубниная, Дмитрий Шаталов. Губерния, 33.